Здесь у нас начинается 600 метров, 600 метровка нашей свободы. Мы называем вот эту трассу, потому что когда человек уже зависимо сюда приезжает, я говорю, всё, всегда знайте о том, что когда вы сюда попали, на эту 600 метровку свободы, вы свободны от зависимости. Территория свободы от наркотической и алкогольной зависимости напоминает небольшой хутор, окружённый лесом. До ближайшего населённого пункта несколько километров. О здешних обитателях говорит лишь дорожный указатель, а так обычный деревенский быт. С ним нас знакомит Мария Гошина, руководитель социального волонтёрского проекта помощи женщинам и девушкам «Время жить». Это бывшая школа. В те годы 70-80-е люди учились. Здесь когда-то деревня была, да? Была. Вымерли люди, к сожалению. Тут два или три жителя всего на самом деле осталось. Да, была деревня. А сейчас мы здесь живём. Живут люди, восстанавливаются, обретают свободу, трудятся. Мы встретились здесь со многими людьми. По первому взгляду не скажешь, что все они попали сюда от безысходности. Сначала умиляет деревенская природа, чистота и уют в домах, приветливость и гостеприимство их обитателей. Но потом эти люди начинают рассказывать. И тут понимаешь, почему этот участок земли называют «территорией свободы». С детства вообще пристрастился к алкоголю. Потом в жизнь пришли наркотики. И понятно, что когда человек начинает жить в своей зависимости, то у него потихонечку отваливаются и друзья, и ни о какой работе речи уже не идёт, и отношения с родными и близкими. И люди отворачиваются, отворачиваются. А ты сам, может быть, и рад бы что-то изменить, но своими силами ничего сделать не можешь. Летел, летел, падал, падал. И в конце концов пришло к тому, что либо, ну, пришло осознание, что либо впереди могила, либо впереди тюрьма. Но вот выход был, надежда была на какой-то вот третий исход. Да, и подошёл просто, я помню очень хорошо этот момент, я подошёл к своей маме, говорю, мама, у меня реальные проблемы, всё, у меня вокруг засада, я хочу жить, я хочу жить как человек. У меня там ровесники мои уже детей там в пятый, в шестой класс водят, а я как, ну, а я не могу нормально жить, нормально смотреть на мир трезвым взглядом. Всё разрушено, всё везде. Вот, и она спросила меня, поедешь? Вот есть то, что проект волонтёрский, там, где помогают зависимым людям, своим примером, то, что поедешь? Я говорю, я поеду хоть в Африку, я буду делать всё, что угодно, но лишь бы начать жить как человек. Первое, что я был здесь поражён, на самом деле, это колоссальной заботой. То, что когда сюда человек приходит, ему оказывают поддержку, потому что тут ребята, которые здесь находятся, да, каждый сам в той или иной мере, он проходил эту, был в этой истории, касал ребят, которые на себе пережили весь вот этот ужас, всю эту там паранойю, все эти отхода и так далее, и так далее, они искренне пытаются мне помочь. Они говорили, что у нас получилось, значит, получится и у тебя. Они в меня верили. Сейчас, вот, 23-й год, да, на дворе, я в свою очередь уже точно так же, когда приходят новые люди, новые парни, ребята, говорю им то, что, ребята, я раньше тоже жил по-другому. Я раньше тоже думал, что всё, по большому счёту, ну, жизнь кончилась, потому что, ну, я уже отказывался трезво смотреть на мир. Я не понимал, как можно жить на сухую, ну, как можно вот трезвыми глазами смотреть вообще на окружающую действительность. И точно так же в меня поверили. Я, в свою очередь, сейчас так же, ну, помогаю вот ребятам, парням, мужчинам, ну, там, разному возрасту поверить в себя, что называется. И своим личным примером, как и мне помогли когда-то, вот, стараюсь наставить их, что называется, на нормальную жизнь, на человеческий лад. В патрульной службе в цикле программ из мест лишения свободы о своей судьбе рассказывали наркоманы. Судьба не дала им другого шанса. Свою зависимость они исправляют десятилетиями неволи. Некоторые участники проекта «Время жить» тоже отбывали срок. Все наркоманы или алкоголики со стажем, все достигли дна. Когда уже перестали надеяться, пришла помощь. Это место открылось 15 лет назад. Началось здесь всё с мужского социального проекта помощи для мужчин. И в процессе уже вот как-то додумались, догадались, что здесь столько земли, что мы можем, в принципе, построить и дом для женщин. Наркомания – это тоже война. Вот, потому что очень много умирает людей, да. И вот так к нам на проект, когда обрещаются, и люди бывают, что у нас же здесь никто никого не держит, правильно? Люди пришли, ушли, захотели. И вот так слышишь, там умер человек, там умер человек. И, понимаете, без решения человека невозможно помочь, к сожалению. Потому что, ну, как ты на него силком повлияешь, конечно, ты никак не повлияешь. И мы вот стараемся всеми силами повлиять своим примером. Потому что я сама в прошлом зависимый человек, да. Я 13 лет употребляла тяжелые наркотики, тяжелейшие. И, знаете, вот еле-еле выбралась. Я пришла сюда на проект, мне оказали помощь не врачи, ничего против врачей не имею. Но мне оказали те люди, которые сами победили, встали на ноги. И я увидела, что бывшие наркоманы бывают. И я сказала, что я одна из таких буду. И, слава богу, встала. Рассказ об участниках проекта мы продолжим в следующем выпуске патрульной службы. А пока повторяем, пока у вас есть выбор, скажите наркотикам «нет». Зависимость убивает. Не губите свою жизнь и жизнь своих близких.